Здравствуйте, дорогие жители Калмыкии! Я к вам обращаюсь по поводу политического кризиса в Калмыкии. Именно политического кризиса. Если ровно год назад молодые люди, пожилые люди вышли на площади города Элисты с требованием отставки Трапезникова, это был просто всплеск эмоций, и там у многих даже не было в душе политической подоплеки, это потом многие созрели, уже в последующем политизировались и стали выдвигать политические лозунги. То вот сейчас, год спустя, в республике, я утверждаю, созрел политический кризис, и он созрел в народном хуране. Я хорошо знаю, как участник круглого стола, с участием пяти депутатов, о том, что кроме оппозиционных депутатов, коммунистов и справедливоросов, появились несколько депутатов в «Единой России», очень недовольных политикой Хасикова. И вот буквально недавно группа депутатов из восьми человек, наблюдая аховую ситуацию в Калмыкии с коронавирусом, увидев всю беспомощность нашей медицины и абсолютное равнодушие исполнительной власти к проблемам в этой отрасли, написали письмо Путину с требованием помощи, с тем, чтобы улучшить с помощью федеральных властей, улучшить ситуацию в борьбе с ковидом в Калмыкии. Это вызвало большое недовольство как у самого главы республики, так и в его администрации. Такие деятели, как Бериков, и в особенности вот ничтожный, я повторяю, ничтожный человек Араш Манжиев, подноготного которого я очень хорошо знаю, которого я разоблачал несколько лет назад, они буквально терроризировать стали депутатов, посмевших написать это письмо. Я ни в коей мере не являюсь сторонником КПРФ, Справедливой России, а тем более Единой России. Но я считаю, что восемь депутатов из трех этих партий, написавших обращение Путину, они в данном случае, в конкретном случае, исполнили свой гражданский долг. И я считаю, что действия администрации главы и позиции самого главы республики с формами запугивания этих людей, с попытками дискредитировать этих людей, я считаю, это недопустимо. Это очень похоже на то, что происходило во времена Кирсановща. А я эти времена очень хорошо помню. И поэтому я лично, как гражданин Калмыкии, как активный человек в политическом плане, как главный редактор газеты, заявляю, что недопустимо со стороны исполнительной власти преследовать людей, неважно кого, а в том числе и депутатов, только за то, что они имеют свою позицию, и только за то, что эта позиция, чем бы она ни была продиктована, что эта позиция отличается от их собственной точки зрения или от их политики, проводимой в республике. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто меня видит, кто меня слушает. Вот в данном вопросе поддержать надо депутатов. Я повторяю, нужно забыть о том, как мы к ним относимся, к коммунистам, к справедливоросам, к единоросам, но просто нельзя допускать того, что делает Хасиков, его команда, что делает наша исполнительная власть в настоящие дни в Калмыкии. Благодарю за внимание. Дорогие друзья, я еще хотел напомнить вот о чем. Буквально недавно на сходе граждан мною и моими коллегами был объявлен сбор подписей за отставку Бату Хасикова. Это было нами сделано после того памятного круглого стола. Я еще раз обращаюсь ко всем, кто разделяет нашу точку зрения, кто считает, что Бату Хасиков недостоин занимать должность главы республики, принять активное участие в сборе подписей. Подписи можно поставить в офисе партии Яблок, также можно поставить в офисе партии КПРФ, и можно просто обратиться по телефону ко мне и по тем телефонам, которые указаны в нашем обращении. Вот это, я считаю, такое же важное дело, как и поддержка депутатов, выступивших против исполнительной власти нашей республики. На этом заканчиваю. Субтитры создавал DimaTorzok